Мы остановимся на льдах. Хотели ли люди час пик увидеть? Час пик? Хотя здесь людей мало, все равно. Мы сейчас пришли в Весту. Решили перейти на противоположную сторону от Ауми и зайти в другой магазин для сравнения. Какая-то самая необходимая? Ага-га. Ага-га. Какая-то самая необходимая? Хочется в целом все посмотреть тут. Мы снимем сначала молочку, шмочку эту. Да, потом я поставлю на зарядку, а ты будешь уже смотреть остальное. Может еще выйдешь себе. Может скатерти посмотреть? Да, может еще там хотела. Поэтому, парни сначала просим. Пройдем, пойдем, пока там никому нет. Вон, с ним. Да. Оттуда. Итак, начинаем с молочной продукции. Что здесь есть? Сметана Белак 26%, 3 рубля 57 копеек. 21%, 3,02. 16%, 2,46. Сметана Рогачевская, 15% стоит 2 рубля 7 копеек. Подешевле, кстати. В чем балмин, да? Ну, конечно. 2 рубля 59 копеек, 19%. Минская марка, вот тоже неплохая сметана, 15% стоит рубль 88 за 450 грамм. За 400 грамм, прошу прощения. Молоко в пакете моя словита 3% рубль 61, 2,4 стоит рубль 49. В банках, в бутылках всегда было чуть подороже, потому что оно ультра-постерилизованное. 3,2 стоит рубль 79, конечно. Это обычная постерилизация, это ультра. Это молоко хранится гораздо дольше. Поэтому, если кто-то... Ну, это не дня три, это чуть больше, до пяти дней где-то. То это может быть неделю, а то и более. И до двух недель, а то и до трех недель. Рубль 79, 3,2, а 2,5 рубль 69 стоит. В банке сметана Брест-Литовск 15% стоит 2,28. Баночка 300 граммовая 20% стоит чуть-чуть подороже. Баночка объемом та же 2 рубля 65 копеек стоит. Творог мы смотрели там в сравнении с Алмой. Славянские традиции 355 грамм 2 рубля 87 копеек. Это сколько? 15,5%. Ого, ничего себе жирный какой творог. Это вкусно, типа, он или что? Ну, чем выше жирность, тем, конечно, вкуснее творог, но... Я понял. Кто любит пожирнее, кто менее жирный. 15%, ну, это очень жирный творог. Стоит 3 рубля 79 копеек. 9,5% 3 рубля 16 копеек. 1,5% 2,75 творог стоит. Ну, йогурты, если смотреть йогурт и самушкин, маленькая баночка, то от 82 до 94 копеек. А вот ты йогурты сегодня брала? Я себе сегодня покупала вот ананас маракуйя. В Евроопте цена точно такая же, 82 копейки. То есть, здесь цены в Евроопте цены? Ну, плюс-минус, да. Вот молоко сгущенное Рокачевское с сахаром 3 рубля 57 копеек. За привычную нам баночку жестяную. Банкова подняется. Вот. Ну, это майонезы. Ну, майонезы. Ну, майонез провансаль. Оливковый 400 грамм стоит 2 рубля 64 копейки. Маленький пакетик рубль 61. Если обычный смотреть, 500-граммовый пакет провансаль 50-процентный, он стоит 3 рубля 19 копеек. А вот, кстати, хрен и обрцей горчица АБЦ. АБЦ и горчица подороже. Я сегодня в Евроопте покупала Камака. Она стоит рубль 80. АБЦ подороже 2 рубля 16 копеек. Хрен 2 рубля 77 копеек. А ты брала за 2,99 хрен, по-моему, в Дионисе. Да, как-то в Дионисе я покупала. Масло сливочное здесь есть, я вижу, 82,5. Стоит 4,03. Кстати, дороже, чем в Евроопте. Дороже, чем в Евроопте. 72,5 процента стоит 3 рубля 82 копейки за 180 грамм. Кетчуп и Хайнс 5 рублей 93 копейки. Ну, цена практически такая же, как и в Алми. Мы, по-моему, сейчас смотрели. Хайнс, по-моему, если мне не изменяет, 3,70 стоил. 3,70, да, а тут 5,93. Но здесь, конечно, Хайнс, другой просто. Нет, по-моему, такой же. Да и граммы те же. Значит, здесь просто дороже. Ну, вот видите, смотря, какая продукция. Кетчуп Махеев томатный 500 грамм 3 рубля 96 копеек. Лечо 4,06. Лечо 4,06. Мука. 2 килограмма премиум 3 рубля 24 копейки. Обычная классическая 2,99. Килограммовая стоит 1,66 рубля. Ну, хлебную продукцию, думаю, тут не стоит. Тут особые выборы нет. Тут пряники, баранки в основном. Так, хлеб тут, вон, Волотовской есть. Дымковский особый. Целый хлеб 85 грамм. Стоит 2 рубля 15 копеек. Хлеб тут батон там. Классический. Батон аппетитный. Это же наш Гомель выпекает. Это, наверное... А, нет, интернациональная выпекает. Там все же заводные. Ну, да. Ну, свежий батон, хороший. Рубль 40. Рубль 79. Ну, и то, рубль 40. Он такой белый, некрасивый. Это все-таки повкуснее. Так, тут мясо продаются, не знаешь? Нет. Здесь мясной продукции нет. Так, цены не видно. А, вот, цены чуть... Сахар точно такая же цена. 2 рубля 51. 51 копейка. Мяса тут практически нет. Немножко готовой продукции. Ну, тут так. В основном. Масло подсолнечное, можно сравнить. Ну, здесь нету такого, которое я беру. Нету золотой семечки. Ни того, ни того. Про эти не могу ничего сказать. Да. Ну, в среднем масло стоит почти по 6 рублей. 590, 580. Советское шампанское, посмотрю цены, я потом... А, вон, как раз цена есть. Вот. А ты, а ты, а ты, а ты потом... Стеллаж. О, горошек. Правда, Туровский не наш, этот, как его, Брилёва. А, Туровский. 3 рубля 65 копеек. Мне даже интересно посмотреть на стоимость советского шампанского. Обалдеть. Дешевле. 9 рублей 69 копеек. А там почти 11 рублей, даже больше. Так это это Брюд. А где полусладкое? Полусухое, полусухое, Брюд. Сухое, сухое. Полусладкое одна бутылка осталось. Полусладкое. Ну, наверное, туда в рядок. 9 рублей 69 копеек. Ничего себе. Скажу. За 5 копейками. Когда-то стоило, да, 5,6. Буквально несколько месяцев назад. Угу. О, тут чашек выбор. Глянь, какой большой. Я сюда был выбор чашек. Такие всякие разные. Лондон. О, какая чашечка, Слава. Ладно, Юлечка, всё туда. И вот какая симпатичная есть чашечка. С розочкой даже тут.